Башкирские власти Бодро заявляют о том, что проблема обманутых дольщиков будет решена к 2023 году Однако на многих объектах долевого строительства из числа тех, которые считаются проблемными Просвета и конца края не видно И в частности, конечно же, на самом знаменитом объекте Республики Башкортостан Объекте, на котором просрочка сдачи жилья уже свыше 14 лет И я говорю о Менделеевском треугольнике Вот уже, пожалуй, 5 лет мы регулярно ездим на эту площадку Проходим через эту арку секции Д И встречаемся с обманутыми дольщиками С теми же самыми людьми, с которыми из года в год обсуждаем одну и ту же проблему 14 лет назад должен был быть сдан этот дом До сих пор секция Д не заселена Но кое-что вокруг меняется Примерно 5 лет назад было как будто бы найдено решение Найден новый застройщик, а старый застройщик уже успел отсидеть за свои грехи И вышел на свободу с чистой совестью Так вот этот новый застройщик, муниципальное учреждение, на тот момент полностью принадлежавшее городу Было призвано в качестве спасителя на эту стройку и, дескать, все мы достроим Схемка была очень простая Этому муниципальному застройщику выделяют земли рядом с объектом На этих землях МУП с ЗТН возводит новые дома, продает квартиры А на вырученные деньги, на прибыль от этой деятельности достраивает секцию Д Ну, по крайней мере, так казалось дольщикам в далеком 2018 году, когда им эту схемку огласили Все были рады, все были счастливы Но прошло с тех пор уже почти 5 лет Воз и ныне там Секция Д до сих пор не запущена, не заселена А тем не менее, вокруг выросли красивые дома Квартиры в этих домах проданы МУП с ЗТН, ну, по определению, наверное, получил свою прибыль Но и с самим этим МУПом что-то неладное творится Он уже перестал быть полностью государственным, каким-то загадочным образом По подсчетам некоторых экспертов, около 500 миллионов рублей перекочевали в какие-то чужие карманы В общем, много-много мутного и смутного вокруг этого Но неизменным остается то, что дольщики секции Д так и не въехали в свои квартиры Вот мы сегодня опять в очередной раз отправляемся туда на стройку Проходим через эту арку и побеседуем с дольщиками Которые все еще безуспешно борются за свои права и пытаются получить свои квартиры Юрий, мы уже много лет собираемся периодически в этом дворе Немного меняется картина, но, честно говоря, меня вот эта картина не радует Хотя здесь появляется много красивых домов Вроде нужно радоваться, что все строится и все кипит Но, судя по всему, в секции Д так ничего и не меняется Вот уже 2014 год Освежите нам информацию, что на данный момент происходит или не происходит Предположим, за последний год-полтора В 2018 году по суду этот участок перешел к новому застройщику муниципальному УПС ЗАИТН Они сначала долго сопротивлялись, говорили, что нам ничем не обязаны Но после обращения в городскую прокуратуру все-таки они начали работать То есть здесь работа кипела На данный момент, к сожалению, вся стройка приостановлена Потому что я, как председатель ТСН, общаюсь с подрядчиком Они звонили мне в конце декабря, примерно в 20-х числах ушедшего года И сказали, что извините, у нас на материал даже денег не хватает Мы вынуждены просто вернуть работы То есть финансирования со стороны МУПа нет никакого Но при этом очень активно, как вы заметили, строятся все новые дома То есть дома, где они могут заработать Но погашать обязательства они совсем не торопятся На ваш взгляд, какой объем работы сейчас осталось сделать? По секции Д? Ну или в деньгах, или в сроках? Ну лучше, конечно, в суммах Хотя бы примерно, сколько нужны денег, чтобы завершить вот эту 14-летнюю стройку? Осталось, в принципе, по работам закончить места общего пользования То есть покраска, штукатурка и положить плитку И осталось витражи На одном из собраний подрядчик отводчил сумму Что это около миллиона Для того, чтобы закончить подъезды Восвязанной плитке и покраске и прочего По витражам, к сожалению, сумму не скажу Но знаю, что еще в августе месяце подрядчик был определен Я с ним созванивался Он сказал, что да, договор как бы уже подписан Ну, грубо говоря, да Я жду только аванс Я даже уже материал закупил Мне нужен просто аванс, чтобы была уверена Что со мной потом расплатиться, чтобы начать работы Но авансом так и не дали И за весь остальной год он застройку так и не нашел Но, на мой взгляд, эти суммы абсолютно ничтожны Если смотреть на этот замечательный огромный дом И понимать, сколько он стоит И сколько он денег принес этому мупу В качестве выручки и прибыли при продаже квартир А мы знаем, что практически все квартиры проданы в этом доме То как-то даже смешно говорить о двух, трех или пяти миллионах рублей Которые остались на достройку секции Д Как вы считаете, причина вот этого всего Это глупость или жадность? Или вообще в чем корень того, что люди не могут найти несколько миллионов На фоне того, что они, по сути, получили миллиардные обороты За счет этих новых участков, которых им выделили? Это вот главная причина, почему мы сейчас насторожились И уже не ведем практически диалог с мупом Мы устали верить обещаниям Когда я узнал, что предыдущему директору Тиму Равильевичу Сейчас предъявлено обвинение Что якобы подписав договоры с генподрядчиком Как-то их неграмотно или неправильно составили И муп недополучает порядка 500 миллионов И еще одним фактором является то, что сейчас опять сменился очередной директор Уже четвертый за три года Который муп зашел на стройку То есть почему меняются кадры И почему происходит такая махинация финансовой именно схеме Под руководством города При том, что это муниципальное заведение Мы не можем понять и разобраться Тем более, но этим уже пускай занимаются компетентные органы Есть ли какой-то отклик со стороны прокуратуры, правоохранителей Которые, ну, вот уже 14 лет эта история тянется Мы знаем, что первый строитель, первый подрядчик здесь Который был там, вот этот Меркурий Он даже получил уголовный приговор И какое-то, значит, наказание понес Дальше, значит, сейчас вот уголовные дела возбуждаются Против, там, руководителей нового застройщика И четвертый директор сейчас заступил свою должность Вам не кажется, что здесь что-то не в порядке? И вот особенно тот момент, когда полностью муниципальное предприятие МУПС ЗТН вдруг стало не совсем муниципальным Насколько мне известно То есть, по крайней мере, в составе учредителей Появились частные лица, которые, ну, как нам кажется Как мы предполагаем, в основном и являются выгодоприобретателями Строительства вот этого вот замечательного белого дома Мало того, я вам скажу, что, насколько мне известно 10% от суммы прибыли только 10% получает МУП Вот поэтому появились вопросы к предыдущему директору Из компетентных органов нам помогла только городская прокуратура Большое спасибо Они помогли с мертвой точки Раздвинуть вообще стройку в секции Д Именно, потому что про нее многие забывают Она внешне выглядит как готовая И у меня даже многие знакомые не знают, что она не желая То есть, нам очень помогла Остальные, к сожалению, нам просто отписывают очередные бумажки Я могу показать, что в 2020 году нам указывали, что конец стройки запланирован по дорожной карте То есть, у них даже и была схема какая-то Запланирован на конец 2021 года Сейчас уже 2022 год идет Ну да, это, конечно, рекордное долгострой в Уфе и в Башкирии То есть, на моей памяти нет ни одного объекта, который там 14 лет строился бы Сейчас еще рискуем быть дважды обманутыми уже Потому что даже новые дома, МУП уже не укладываются по срокам А, вот даже так То есть, там тоже есть дольщики? Дольщики есть вот с этой секции, которая сейчас в виде скелета стоит Но они с секции Л Понятно, ну давайте Извиняюсь, но, возможно, не точная информация Здесь, по-моему, дольщики как раз-таки того дома, где было возведено два этажа Потому что квартиры были проданы Скорее всего, да, у них там уже есть жилплощадь закрепленная Ну и какова перспектива, на Ваш взгляд, сейчас? То есть, вот, Вы говорите, здесь какие-то ничтожные совершенно суммы Ну, с точки зрения строительства остались на завершении секции Д Какова перспектива вообще вот этого треугольника? То есть, вот тут столько событий произошло Столько, ну, не побоюсь сказать, и криминальных событий произошло в истории этого объекта Чем это все должно закончиться и когда это закончится, на Ваш взгляд? В администрации мы задавали тот же самый вопрос Нам, к сожалению, ответ не дали Но я уже думаю, что мы будем действовать с точки зрения коммерции Раз город нас не слышит, то нам нужно будет сделать так Чтобы секцию Д достроить было дешевле, чем ее игнорировать Собственно, что остается нам, что остается дольщикам Менделеевского треугольника Вот этого самого Бермудского треугольника Уфы В котором пропадают мупы, деньги, директора и много-много что пропадает Что остается нам? Ну, нам остается надеяться на то, что рано или поздно Либо город, либо правоохранительные органы Все-таки докопаются до сути происходящего Выяснят механизмы, которые действуют в этом загадочном Бермудском треугольнике Уфы Прекратят эти механизмы И в конце концов найдут несколько миллионов Которые осталось вложить в строительство вот этой секции Д И в конце концов люди, ну, может быть, к 15-летию этого ожидания Может быть, они получат эти квартиры Хотелось бы верить, будем надеяться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова